Светлана зачитывает вопрос Наоборот, человек как профессионал неплохой, может даже так себе Ну да, прекрасно умеет находить общий язык с людьми Быстро ориентируется в новой обстановке И вообще неплохо считывает человеческие эмоции Ну, я бы так сказал Первая моя, значит, ассоциация Это когда вот мы были совсем молодыми И вот по радио вопросы задавали Значит, и вот радио отвечало И там вопрос типа там Уважаемая редакция Я познакомилась с Колей Коля, значит, очень умный, содержательный Там молодой человек, но совершенно не умеет танцевать А потом я познакомилась с Васей Вася прекрасно танцует Но с ним абсолютно не о чем поговорить То есть, помогите мне разобраться Значит, в моей жизни Вот это первая такая у меня ассоциация Ну, это так, шутливо По-серьезному, если сказать Значит, я думаю так Что оба типа Оба типа, описанные там Имеют свое место В жизни То есть, есть люди Есть люди Которые пригодятся Именно от того, что они знают свое дело И не очень общительные И есть такие работы, где вот такие люди востребованы Есть места, где Ты не должен быть как-то глубоким знатоком чего-то Но достаточно, так сказать, вот Общительным и так далее И этого достаточно И тебя возьмут за это Кто быстрее трудоустроится Кто быстрее Кто быстрее трудоустроится Зависит от того, насколько человек понимает нишу В которой он находится Где он ищет работу Кто лучше умеет искать работу Тот быстрее трудоустроится Но суть вот в чем Если мы статистически посмотрим на те профессии Которые нам с тобой близки Вот то, что мы видим Я не могу рассчитывать про бухгалтерию, например Может быть там вот такой Не очень общительный человек Это золотой человек Его все хотят Я не знаю Но если мы говорим про, допустим Вот тестирование Мы с тобой оба Работали в тестировании Программного обеспечения Вообще в IT Мы видим очень много людей Ищущих работу Скажем в Кремниевой долине И я хочу сказать Что люди, которые лучше коммуницируют Лучше находят работу Безусловно Тут нету даже Какого-то Я не знаю Как в чем-нибудь С этим С полицией Чем-нибудь А как-то Ну надо их как-то обойти Они говорят Объезжай Понимаешь Они Вот видишь Стрелочка мигает Вот Значит Они говорят Объезжай Он сопровождает Он за вечер Ой-ой-ой Да-да-да Так вот Что я хочу сказать Что люди, которые лучше общаются Производят лучше впечатление Тут еще Я бы так сказал Энергетика совершенно разная у людей Понимаете Вот человек, который общительный И у него глазки светлые И он такой Он располагает к себе И вот Просто за счет этого Понимаете Он просто производит лучшее впечатление Не потому, что они Может быть Специально искали такого Понимаете А вот просто потому, что Вот он Приглянулся А почему человек Приглянулся А зависит Я не знаю Ну вот Один приходит И всем нравится А другой приходит И не очень всем нравится Я хочу буквально Дополнить два слова Потому, что Миша уже все сказал Дело в том, что Обаятельный человек Харизматичный Да Он вызывает симпатию Других людей Просто в силу своей Харизмы и обаятельности Поэтому Безусловно Человек общительный Да Будет устроен Моментально Гораздо быстрее У нас таких примеров Очень много Даже среди студентов Были девчонки Такие, которые Вообще ничего не знали Но были очень веселые Очаровательные Очаровательные Легко входили В контакты И брали на Самый лучший позит Должен Боже, она же вообще Ничего не знает Это не важно Ничего страшного Она могла пройти Любое интервью И наоборот Пример Когда очень глубокий Человек Но такой Не слишком общительный Не слишком харизматичный У него каждое интервью Это просто Слезы Проблемы И пока его за руку Куда-то не приведут Тогда уже люди говорят Да, но он силен Я, Светик, тебе скажу Другую вещь Иногда бывают люди Настолько коммуникабельные Общительные Поверхностные До омерзения Понимаешь? Уже Постой, постой Уже кроме булшета Дешевого Ну ничего Вообще нет Подожди, подожди И вот даже эти Абсолютно пустые Бессодержательные Абсолютно Там нет ничего Отталкивающие Гораздо быстрее Устраиваются И счастливее При этом Понимаешь? И так далее Еще одна вещь Чем люди содержат Я еще одна вещь хочу сказать Тут немножко разница Ментальности Между Вот Советскими Странами Бывшие СССР Постсоветского пространства И Америка Дело в том, что Вот я помню даже Нашу бытность Когда мы там работали Говорили Ой, ну он такой мерзкий Вообще С ним невозможно делать Ну какая голова Света Подожди Света И это было Достаточным основанием Чтобы его держать на работе И мириться с этим мерзким характером Я тебе другой дам Другой Да, он пьет Но какой специалист Да Я в русле А здесь в Америке Подход совершенно другой И этот подход заключается в том Что человек должен уметь Налаживать отношения В первую очередь Со всеми людьми С которыми он работает И если он этого делать не умеет То даже если он каким-то чудом Попадет в компанию Хотя стараются таких Вот именно не брать Когда они видят Что у него проблемы Именно с коммуникацией Да С другими людьми Их стараются не брать То при первом случае От него избавятся То есть любят веселых Общительных Доброжелательных Легких И никому не нужны Проблемы И скандалы И какие-то Осложнения отношений Светик, все-таки Все это В предположении Что человек в состоянии Делать работу Скажем, если он программист Например И даже он какой-то Интровертированный И так далее Но все-таки От него не требуется Чтобы он был легкий И такой дружелюбный Все-таки существенно Чтобы он делал свою работу Ну, он должен быть Бесконфликтным По крайней мере Потому что есть люди Которые по каждому там Вагу начинают устраивать Скандалы Конфликтует И есть нервные ребята Поэтому Это не приветствуется То есть умение Ладить с другими Это большой Серьезный навык С которым нужно приезжать сюда То есть не обязательно Быть сильно общительным Но очень важно Быть в хороших отношениях С людьми Быть бесконфликтным И как бы сказать Есть люди Которые в коллектив Приносят разлад Вот ты его берешь И вот начинает И все И пошло И понеслось А есть такие Которые своим присутствием Любой разлад Как-то гасит Вот есть Вот он сидит Там улыбнулся Что-то такое И смотрит И напряжение спало Вот это золотой человек Хоть ты программист Хоть ты Human resources Там и так далее Все, ребята Счастливо